Спонсор данного выпуска магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличные решения для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Привет! Совсем не важно откуда ты смотришь данный выпуск. Важно лишь только одно. Это то, что нас всех объединяет. Совсем скоро наступит лето, и все побегут покупать себе купальники, крема, чтобы не сгореть на солнце, различные надувашки. Ну и, конечно, перед каждым станет выбор, а куда поехать, отдыхать, где провести свой отпуск. Так вот, этот выпуск, друзья, для тех, кто выберет отправиться в свой отпуск, в свое путешествие на замечательный полуостров Крым. Ну а перед тем, как вы начнете смотреть данный выпуск, подписывайтесь на канал. Здесь очень интересно и очень актуально. Погнали! Ребята, перед тем, как вы начнете смотреть данный выпуск, давайте Крым разделим на куски. Первое, это Керчь. Второе, это Восток Крыма. Третье, это Юг Крыма. Четвертое, это Севастополь. Пятое, это Запад Крыма. А вот теперь можно приступить к просмотру. Обязательно досмотрите выпуск до конца, потому что в конце вас ждет очень актуальная, 100% нужная вам информация. Вот теперь погнали! Итак, ребята, первое, с чего мы начнем, это Керчь. Еще Керчь называют в Крыму Керченский полуостров. Ну и действительно такой, да, отдельный кусок, соответственно, Керченский полуостров. Так вот, по приезду в Керчь вы можете выбрать, ну, обычный отдых, да, просто валяться на пляже и наслаждаться морем. И, кстати, в Керчи два моря, да, да, для тех, кто не знал, там есть Черное море и еще Азовское море. Азовское вообще кайфное для отдыха с детьми, потому что оно очень-очень мелкое и заход плавный. Но для тех, кто решит провести свой отпуск в Керчи и наполнить его какой-то движухой, то, поверьте, в самом городе Керчи есть что посмотреть. Это Митридатская лестница, остатки разрушенных древних крепостей. В общем, сам город Керчь наполнен множеством большой историй. Короче, скажу вот так вот. Также назовем это пригород Керчи, наполнен удивительными природными, не побоюсь этого слова, богатствами. Одно только Каяшеское озеро, чего стоит, это Пугский заповедник, это юг Керчи. До него нужно будет ехать, дорога там плохая, для этого нужна машина, но оно точно того стоит. Друзья, вот так мы в 2019 году первый раз в жизни увидели розовое озеро, Каяшеское озеро, оно розовое. Вы можете отправиться на Азовское море, на Генеральские пляжи, только вдумайтесь, в 1000 бухт, это дикие места, там не ловит телефон, там идеальный отпуск дикарями в палатках. Вообще прям рекомендуем. Но если у вас нету палатки, вы можете просто загонять туда на один день, пожарить там шашлычок и вернуться в Керчь. Там также по пути есть озеро Чокрак, Чокракское озеро, оно считается самым лечебным, это грязевое озеро, да, можете приехать там намазаться и полечиться, полечить суставы, говорят, очень полезно. Также неподалеку от Керчи есть Казантипский заповедник, такая природная зона, тоже можете съездить, там, кстати, тоже Азовское море. Ну и в заключение в Керчи вы сможете доехать по косе до страусиной фермы. Замечательное место, особенно для тех, кто не видел страусов, там, покормить их. Это по косе, ближе границы с Украиной. Ну, ребятушки, для тех, кто еще готов ехать и спуститься чуть ниже, проделав там большой путь до Крыма, то я готов вам предложить восток Крыма, а именно Феодосия, Орджиникидзе, Коктебель, Судак, Новый Свет. Вы можете остановиться в любом из этих поселков и, знаете, на востоке Крыма отдых есть любой. Можете отдыхать с палаткой, можете выбрать отельный отдых, а если вы на автодоме, то и восток Крыма подойдет вообще там для путешествия на автодоме без проблем. Восток Крыма наполнен множеством инфраструктур для туристического отдыха, поэтому, если вы остановитесь, например, в том же Судаке, то точно не пожалеете. В Судаке, между прочим, есть очень классная набережная, которую всем рекомендуем. Выбрав восток Крыма, вы можете просто лечь возле прекрасных пляжей в любой из бухточек и наслаждаться морем, купаться и уходить в отель. Но если вы решите наполнить свой отдых классным путешествием, то, поверьте, там есть что посмотреть. Этот отрезок Крыма наполнен великолепными пешими маршрутами. Там есть горы, там есть трупы, там есть замечательные бухты, там много вина, там вообще, короче, куча всего. Неподалеку от Арджиникидзе есть замечательный мыс Хамелеон, который мы тоже вам рекомендуем. Мы вообще там провели ночь, проводили закат, встретили там рассвет и, поверьте, это очень классно. В общем, ребятушки, решайте, ну, подчеркну, да, что восток Крыма для отдыха вообще идеален. Ну что, дальше у нас с вами юг Крыма, или как его называют ЮБК, южный берег Крыма. Замечательное место. Это место наполнено всем необходимым, я так считаю, для отдыха на море. Тут есть горы, море, пальмы, растительность, различные водопады, пешие тропы, набережная. Вот это вот вся движуха, где можно поплясать, потанцевать, кайфануть. Здесь самая высокая точка в Крыму, гора Ай-Петри. И все, конечно, туристы стремятся туда попасть, подняться либо на машине, либо на канатной дороге. Да-да-да, там есть канатная дорога, которая, кстати, занесена в книгу рекордов Гиннесса, по-моему, если я не ошибаюсь, как самая длинная, безопорная. Вообще, я считаю так, что Ялта это, ну, вторые Сочи, только Сочи более развитие, понятное дело. Но Ялта, она, я не знаю, она ничем так-то не уступает. Поэтому, если вы выберете южный берег Крыма, то, в принципе, в любом поселке, который находится от Ялты, да, там жилье даже будет подешевле, с кемпингами и с палаточным отдыхом там, конечно, посложнее, чем в других частях Крыма. Но, тем не менее, также вот рядом поселки, это Семиис и Гаспра. И, конечно же, неподалеку от Ялты есть жемчужина Крыма, это Ласточкино гнездо. Это безоговорочно великолепное место, которое точно каждый человек должен посетить. Это замечательный вид, вообще такой замок шикарный. В общем, друзья, если вы выберете ЮБК, то ваш отпуск пройдет 100% великолепно, 100% на всю мощь отдыха, какой вы только хотели. Следующее, это у нас Севастополь. Почему я его так выделил, да, среди всего Крыма? Ну, на самом деле, не я его выделяю, его выделяют все, он даже на карте так выделен, граница у него своя. И даже, знаете, говорят, для жителей Крыма и Севастополя. Не знаю, почему. Так вот, если вы выберете отдых в Севастополе, то, поверьте, там есть что посмотреть, там действительно классно. По ценам, кстати, там достаточно вообще доступно и жилье, и продукты. Многие это выделяют как таким большим плюсом. Что касается моря, тут другое море, другой цвет, ну, в смысле, это черное море, только просто цвет другой, тут оно кайфовое. Тут свои пляжи, то есть моя атмосфера по пляжам, они такие все обрывистые, до них нужно добираться либо на катерах, либо на машине, либо спускаться по очень крутым ступенькам. Один только спуск до Яшмалого пляжа, что только стоит. Это порядка, чуть больше, по-моему, 800 ступенек по очень крутому спуску. Здесь есть прекрасная Балаклава. Вообще рекомендуем обязательно к посещению Балаклаву. Такая рыбная, рыбный, рыбный городишко со своей очень кайфовой атмосферой, со своими классными пляжами, до которых нужно добираться на катерном такси. Там лодки ходят что-то 100-150 рублей, но там по-настоящему очень клево. Также неподалеку от Балаклавы есть знаменитый уже карьер в виде сосиски. Но под определенным углом сосиска превращается в форму сердца. И, конечно, это является инстаместом. Туда прилетают все, чтобы найти этот ракурс и сфотографироваться. Короче, инстаграм от фоточек взрывается. Если выберете Севастополь для проведения своего отпуска, то вы точно не пожалеете. Ну что, вот мы с вами добрались до запада Крыма. Нам лично запад Крыма зашел. Это рай для палаточного отдыха, это рай для какого-то отдыха в автодоме. Это куча диких мест. Да, нужно здесь помнить одно, что здесь очень мало растительности. Наверное, даже я скажу, что там совсем нету. Тут сильные ветра, и здесь очень легко увидеть смерч, не в море, а прямо на суше, друзья. Здесь степи, очень палющее солнце, но учитывая, что здесь постоянный ветер, как бы ты не сильно ощущаешь этой жары. Но здесь очень классный воздух, он очень лечебный, и его рекомендуют всем людям приезжать на запад Крыма, чтобы оздоравливаться, особенно тем людям, у кого есть проблемы со здоровьем. Что касается природы, на западе Крыма есть что посмотреть, там тоже множество всего. Один только мыс Тарханкут, чего стоит. По нему можно прогуляться, проехаться на машине, можно взять катер в аренду, позаплывать в гроты, в этих скалах. В общем, там классно. Одна оленевка, чего стоит. В общем, я в этом году разговаривал с местными, которые приезжали с востока Крыма, с юга Крыма, и говорят, что запад, это, конечно, по-настоящему очень классное. Запад Крыма многие называют Крымскими Мальдивами. Ну, сами посмотрите. Великолепный цвет моря. Беленький песочек. Ну, разве не Мальдивы? Да, конечно, далеко до Мальдив, но тем не менее, такого берега, такого моря нету нигде на нашем побережье. От Крыма до Сочи. Нигде. Побывать хотя бы один раз на западе Крыма я точно рекомендую, но для тех, кто хочет действительно проникнуться южной атмосферой, посмотреть на пальмы, горы, там, я не знаю, теплое море, то, конечно, это не запад Крыма. Многие туда приезжают, расстраиваются, потому что там совсем нет деревьев. Вот как-то так. Ну что, друзья, вот я с вами поделился Крымом. Теперь вы можете выбрать себе какое-то направление и отправиться путешествовать в Крым. Либо вы можете сделать вообще как вы сделали в 2020 году, взять себе палатку и отправиться с палаткой. Мы путешествовали в 2020 году два месяца, представляете? А еще мы собрали весь свой опыт в 2019 года путешествия по Крыму и 2020 года путешествия по Крыму и упаковали это в свой гайд. Поставили вообще минимальную цену 490 рублей. Вы его можете приобрести просто написать нам в директ в инстаграм либо мне, либо Насеньке. Изучив этот гайд, вы полностью изучите весь Крым, его подводные камни, и что нужно вам знать прежде всего. Вы простроите сами себе маршрут и отправитесь в путешествие и ваше путешествие будет настолько легким, настолько кайфовым именно с нашим гайдом. А еще, друзья, в следующем выпуске я вам расскажу моменты, которые обязательно нужно знать перед тем, как отправиться в Крым. Чтобы не пропустить этот выпуск, просто нажимайте вот на вот эту красную кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы его не пропустить. Ну, а теперь ты можешь поставить либо лайк выпуску, если зашел, если понравится выпуск, сделать репост, либо поставить дизлайк, если не понравился. Я с тобой прощаюсь, увидимся в новом выпуске совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok